Итак, всем здравствуйте. Да, это NLP TV. Это, как обычно, прямой эфир. Те, кто присутствует на эфире, имеют возможность задавать вопросы, я на них буду отвечать, естественно. Те, кто будет смотреть после записи, вам тоже большой привет. Вы можете задавать вопросы, естественно, там где-нибудь в комментариях, где вы это смотрите. Ну что, давайте про вербовки. Вот. Одна из тем, одна из тем из так называемого боевого NLP, ну или не так называемого, а просто боевого NLP, да, технология вербовок. Вот. Как обычно, как обычно, наверное, не в первый, не в пятый, не в пятнадцатый раз об этом говорю. Как обычно, NLP ничего, ничего, ниоткуда, с нуля не придумало. Ну, в смысле, очень мало, да, очень мало чего NLP действительно придумало того, чего до NLP не было. Основная заслуга NLP заключается в том, что то, что было, то, что есть, понятное, рабочее, используемое и до NLP было описано четко, понятно, структурно, конкретно, с тем, чтобы это можно было использовать, с тем, чтобы можно было понимать, как это работает. Вот. И, собственно говоря, сегодня аттракцион неслыханной щедрости, да, расскажу все четыре, расскажу все четыре паттерна вербовки, все четыре принципа, по которым, собственно, людей, людей, людей вербуют. Ну, с отсылками и в некоторые, наверное, вещи немножко за пределами непосредственной NLP. Итак, первый, первый и, наверное, самый понятный, наверное, самый понятный, самый такой, как-то общеупотребимый, да, паттерн вербовки, если у человека есть какая-то ценность, если он ее, ну, то есть, каким-то образом там, скорее всего, не осмысливает, да, скорее всего, у него эта самая ценность, она там, ну, условно, есть, но там не вербализованная, не отрефлексированная, не понятая, потому что если у человека ценность есть и понятая, то там, как бы, он сам понимает, чего, куда ему, да, он уже движется по каким-то там путям сенсорным. Если цель, если цель пока еще, ну, может быть, только что осознал, да, но еще над ней не думал, из чего состоит, не понимает. Вот, может быть, эта цель, в принципе, какая-то такая, которая вот, которая, ну, непонятно как, да, то есть, в принципе, еще даже, может быть, и не думал. Есть, есть какая-то ценность, но вот там не реализуется. Может быть, пути закрылись какие-то, которые были до этого, да, и ценность стала нереализованной. То есть, в любом случае, да, мы имеем дело, имеем дело с ситуацией, когда человек какую-то ценность, какую-то ценность желает, какую-то ценность хочет, но сам путями ее реализации не управляет. То есть, ну, может быть, не знать, может, там, не иметь, может быть, они кривые, непонятные, ну, в общем, всякое такое, разное прочее. В общем, ценность есть, как достичь ее непонятно. Вот, на этом самом непонятно ему и помогают. Помогают, ну, знаете, самый, наверное, простой, да, просто помогают, объясняют ему, что надо делать на самом деле, да. Вот, здесь я пример хочу привести. Пример реальный, да, из реальной жизни. Причем, самое интересное, пример такой, из достаточно массовой вербовки. Жила-была некоторая фирма. Эти названия называть не буду, это не надо. Вот, фирма решила озаботиться дальнейшей судьбой людей, регулярно болеющих. Вот, мы, как нелперы, да, мы там, из идеи, опять же, целеполагания, мы знаем, если человек регулярно болеет, у него, скорее всего, цель поставлена каким образом, да, вряд ли цель поставлена как здоровье, вряд ли цель поставлена по ХСРу. Скорее всего, там, или не болеть, или что-то еще. Ценность здоровья, может быть, и есть для такого человека, но от его жизни оторвана. Вот, соответственно, от его жизни она оторвана. Человек, скорее всего, крутится в форматах не болеть, а где-то там сияет здоровье. Когда он перестанет совсем-совсем сдалеть, тогда он будет здоровый. Вот какая-то такая идея. Это логично, потому что если бы была ценность здоровья, если бы он думал о ней, если бы он шел к ней, скорее всего, он бы ее уже давно простроил. Так или иначе, какие-то там движения все равно были бы. Но поскольку он там находится в своих болячках, соответственно, мы понимаем, скорее всего, там по-другому все. Ну окей, ладно. И вот для этих людей начинают им рассказывать, что такое здоровье. Ну там понятно, что здоровье – это здорово, это хорошо, там небольшое такое нагнетание было. При этом было объяснение. То есть вот тот самый разрыв между ценностью, большой здоровьем и, собственно, сенсорикой, вот которого у человека не было совсем, да, и мы начали простроить. Эта фирма позаботилась о том, чтобы это простроить. Людям там объясняли, что основа здоровья – это здоровый кишечник. Я вот сейчас пример привожу реальный, прям вот, и не буду выкидывать из слов песни, да. Ой, из песни слов. Людям объясняли, что основа здоровья – это здоровый кишечник, потому что кишечник, там центральное, все, там, вот он там отвечает, там, ля-ля-ля, туда-сюда. Ну, в общем, вот использовали ли в этом месте всевозможные фокусы языка. Вот тут маленькая ремарочка такая по поводу фокусов языка. Вот, ну, тут появляются такие, появляются такие мысли на тему того, что фокусы языка – это, дескать, там, все плохо работает, там, как попало работает, это, там, софистика, это какие-то, там, раскрутки и что-то такое. Ну, фокусы языка – это способы двигать мышление человек там, где он сам с этим каким-то причинам не справляется. В терапевтическом смысле фокусы языка ходят в зоне неосознаваемости человека и, собственно, за счет этого работают. В манипулятивном смысле фокусы языка ходят в зоне, где человек не осознает, да, не отдает себе отчета и где человек, опять же, не рефлексирует происходящее, где у него там серая зона, слепое пятно, он там не видит, что вы с ним делаете. Потому что там, где человек, конечно же, четко понимает, что он делает, зачем он делает, почему он делает, и обоснованно может свои, вам говорить, то есть обосновывать свои действия, да, свои решения, там не место для фокусов языка и никогда им не было. Вот. Это такое вот было, да, отступление про фокусы языка. А тут, да, конечно, использовали фокусы языка для того, чтобы простроить людям идею. Простроить людям идею, идею о том, что вот основа, основа здоровья – это здоровый кишечник. Да, Маргарита, мотивационные речи, на примере бы рассказывали. Это мы подумаем, обязательно, Маргарита, спасибо, да. Конкретные мотивационные речи, на примере рассказывали. Да, мы, наверное, будем, мы, наверное, будем разбирать всякие разные вещи. То есть это, это тема для отдельных, для отдельных эфиров. Все-таки это больше обучающие. Но разбирать, да, разбирать мы будем. Если у вас есть чего интересного, вы нам присылайте, мы разберем. Вот. Ну что ж, продолжаем, да. С помощью этих самых, да, фокусов языка нам эти самые люди, ну, точнее, вот всем, да, рассказывали о том, как хитро, каким образом связаны вот этот самый здоровый кишечник с, почему он является основой здоровья. Там, там и, там были и причинно-следственные связи, там были и, там и самое главное. То есть, ну, нормальный такой наборчик фокусов языка, то, что каскадом называется. Вот. Ну, а как узнать здоровый кишечник, ну, то есть, как поддерживать здоровье кишечника, там, понятное дело, нужно использовать там вот, там всякие разные там целебные штуки. Вот. Ну, а как узнать, что кишечник здоровый и что кишечник прекрасно работает, ну, собственно говоря, узнавать очень просто. Предлагалось узнавать по регулярности хождения в туалет. То есть, с их точки зрения надо было, надо было, значит, три раза в день употреблять их замечательный продукт, который оздоравливает кишечник, ну, как следствие, оздоравливает весь организм, да. Вот. Ну, и, собственно говоря, и, собственно говоря, уздавать о том, что ты начал оздоравливаться по регулярности, по регулярному посещению санузла. Тоже три раза в день, что вот немножечко подозрительно, да. А тут три раза, там три раза. Думаете, просто совпадение? Нет. Собственно говоря, в состав их замечательного продукта, помимо, там, витамина С, да, каких-то пробиотиков, чего-то еще, ну, нормальных вещей, да. Помимо этого туда входило слабительное. Натурально входило слабительное, люди начинали их порошок употреблять. Если ты этот порошок употребляешь три раза в день, ну, слабительное употребляешь три раза в день, три раза в день ходишь в туалет. Все. Все понятно. Вот она, прям сенсорика. Только начал употреблять этот волшебный порошок сразу, наладилось здоровье кишечника, и теперь ждем, когда наладится, собственно, все остальное здоровье. Вот, это вот такая вот, такой вот пример. Пример реальный, я повторюсь, это прям реальный пример, да, без каких-то, это то, что я видел своими глазами. Вот, ну, по-моему, эта фирма уже не работает, наверное, слава богу. Вот, ну, так бы, может быть, можно было найти их текст. Вот, это простой, это, наверное, пример простой. Дальше чуть посложнее. Второй вариант вербовки, да, если, если у человека, Если у человека какая-то ценность более-менее реализована, то есть, у него там есть понимание, ну, может быть, того же самого здоровья, да, а может быть, понимание, там, инновационности, не знаю, там, телефонов, которые у него есть, да, то есть, может быть, там, еще чего-то такое хорошее. На самом деле, любой, на самом деле, ценность может быть любая, да. Вот, и, ну, если она у него более-менее реализована, эта ценность, то это значит, что у него есть внутри, внутри его вот субъективного восприятия есть понимание, есть понимание того, чего эта ценность для него значит, почему это так, да, и как он ее узнает в мире. Соответственно, если, если человек не чужд, не чужд идей, идей каких-то таких вот, там, инноваций, да, развития техники, там, научно-технический прогресс, да, то он понимает, вот, телефон, значит, мобильный телефон, там, ну, 10 лет назад, например, да, там, где-то в таком районе. Мобильный телефон, классная штука, вот, еще совсем недавно, да, совсем недавно телефоны были сплошь проводные, сейчас вот сплошь мобильные, вот, и более того, и еще, 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 еще недавние мобильные телефоны, там, были здоровенными кирпичами, да, а сейчас вот какие маленькие, с фотоаппаратиком, там, вообще удобно, классно. Прямо вот он, научно-технический прогресс, прям здесь есть ценность, ценность вот этой вот инновации, да, ценность вот движения вперед, развития, науки и техники, она вполне себе реализована так, и человек вполне себе нормально живет. До этой поры пока ему не объяснили, не объяснили о том, что просто делать фотографии, это прошлый век, просто делать фотографии, это сейчас реально любой, может, телефон. Вот, там уж чего-чего там, да, там, даже в самых последних китайских есть, да, хоть какое-то подобие фотоаппарат, вот, это, это не повод, там, не повод гордиться, да, там, просто аккумулятор, опять же, сейчас есть у всех, да, это прям тоже, ну, где здесь инновации, если это давно уже есть у всех, да, там, ну, экранчик у тебя цветной, ну, ну, где здесь инновации, потому что экранчик цветной, опять же, много у кого, там, что там с этим цветным экраном, экранчиком, да, вот, это все говорят ему хорошо, это все здорово, но это все давно, давно отработанные технологии, да, это технологично, но это не инновационно, говорят, говорят ему, инновационно, когда у тебя камера в телефоне, там, вот столько мегапикселей, вот это да, потому что, ух, впихнуть такую камеру, ух, да, это когда у тебя экранчик, там, не вот такой вот, да, там, не просто, там, небольшой, а когда экранчик, прям, вот, разрешение большого, что ты на нем видеть можешь, там все как здорово, да, вот это инновация, потому что там вот попробуй впихни такой экран в такой телефон, да, вот, инновации это когда у тебя там вот ты на этом экране еще и можешь вот так вот пальцами, делай мой любимый пример, да, вот, вот это вот, это сумма технологий, вот это инновации, говорят, ему там, ну, понятное дело, это вот один из смартфонов, один из вполне конкретных смартфонов. И вот человек, да, человек, который, да, не чужд научно-техническому прогрессу, да, которому эта техника интересует, эта тема интересует, и вот этот человек уже с вот такими горящими глазами бегает и всем рассказывает инновации, инновации компании Apple, сейчас можно делать пальцами вот так, это прорыв в технологиях. Вот, ну да, ну, например, прорыв в технологиях, да. Настолько ли сильный прорыв? Я не знаю. Вот, ну, то, что, то, что, как бы, до этого, до этого человек, например, спокойно относился, ну, радовался до тому, что сотовые телефоны, вот они есть, они развиваются хорошо, хорошо, здорово, классно, мир идет вперед. А тут прям вот аж цельный, аж цельный скачок, и ни о чем, кроме этого телефона человек разговаривать дальше не может. То есть, исключительно, исключительно переходит всегда речь на, на этот самый телефон, да, и причем, причем человек говорит, опять же, слоганами, слоганами, которые им простраивали. Вот, слоганами, которые ему, ему в этом вот, в рекламе, фактически в рекламе, да, там и встраивали, рассказывали, как к этому нужно относиться. Вот, когда человек, когда человек не до конца понимает, не до конца понимает, например, идею, там, личностного развития, то есть, примерно я понимаю, что это что-то я должен новое узнавать каждый день, там, или не каждый день, или как-то еще, вот, то, ну, что-то я вроде узнаю, там, что, как-то там я личностно расту, да, до тех пор, пока мне кто-нибудь там в, там, в инфор, в каком-то видео, например, или там мотивационном, да, там, или на каком-то тренинге кто-нибудь расскажет, что просто так чего-то узнавать, или просто читать, или просто ходить, это все не то, это как бы не личностный рост совсем, это там просто вот какие-то такие там, ну, развлекухи от скуки. То есть, да, конечно, там, это некоторая тренировка мозга в этом есть, да, но настоящий личностный рост, да, подлинное развитие связано только и исключительно с движением, которое возвышает, ну, и там ля-ля-ля-ля-ля-ля. Опять же, да, там мы разрушаем, разрушаем те связи, которые были у человека до, и вместо них предлагаем, то есть, корректируем, да, одну чуть-чуть подшатнули, другую чуть-чуть предложили, одну подшатнули, другую предложили, отставляя в сторону, например, те, с которыми мы не работаем, да, ну, и говоря, как бы напирая, напирая на те, под которые мы собираемся придумывать, да, всякие разные, такие разные штуки. Вот, и, собственно говоря, то есть, на одном из тренингов, да, когда я демонстрировал эту технологию, вот при полном, при полном, скажем, понимании, при полном понимании человеком, что происходит. Понимаете, сначала рассказали, а потом я показывал. Ну, и как бы, как бы на работу нанимал, как бы на работу нанимал девушку, которая вообще по роду работы сама является, ну, там, не маленьким хэдхантером. Вот, и, собственно говоря, ну, она сделала вид, что она просто обычный человек, да, естественно, там мы поговорили, поработали, и она говорит, ну, нет, с таким, с таким, говорит, разговором, да, с такой вот, с таким, с таким общением, с таким подходом, вот в таких технологиях, там, процентов 15, там, а то и 20, можно сэкономить на заработной плате. Вот, то есть, это вот такой, как минимум, да, как минимум, вот такое вот у нас, об этих технологиях нам сказали обратную связь. Вот, да, очень интересно, вот, очень интересно, что обратную связь, иногда дают явно, да, чаще, чаще про некоторые вещи нам говорят, там, не расскажем про вас никому, будем сами учиться. Вот, ну что, идем дальше. Николай, по пункту номер два, действуем по переопределению цели человека. Нет, Николай, мы не переопределяем цель человека, цель остается. Цель остается у человека, например, цель, у человека, цель, например, там, не знаю, просветления, да, и он занимается по, там, по классическим, по классическим технологиям, там, дзен-буддизма, например, да, там есть практики, он ходит, занимается, он как бы движется, у него там вот написано, то есть, у него есть, у него есть цель, у него есть понимание каких-то, вот, там, путей, да, что с чем связано, у него есть сенсорика, сенсорика двигается. Все, мы говорим, мы не трогаем цель, мы оставляем цель, цель просветления остается Мы говорим, единственное, мы говорим про путь Мы говорим, этот путь, он, ну, немножечко не то То есть, то, что ты видишь, то, что ты вот эту сенсорику и изменения видишь Это попросту свидетельство того, что ты просто наблюдаешь за собой Ты просто занимаешься чем-то, хоть чем-то, хотя бы даже минимальной медитацией ты занимаешься У тебя будет вот это, если даже будешь просто сидеть, смотреть в небо У тебя такие же эффекты точно будут Это не связано с этим путем Вот, и то, что ты говоришь, да, вот эти вот там пути, да-да-да-да Это не для здесь, это не для русских людей Это для китайцев там еще и тысячу лет назад То есть, сейчас это тут неприменимо, это сейчас не те технологии Это долго, нудно и вообще там, как бы, неизвестно куда То есть, сейчас, сейчас вот к этому, сейчас к этим делам по-другому Сейчас надо, сейчас просто, надо, короче, брать вот там достижения нейрофизиологии Брать там МРТ, все еще там системы там биообратной связи Там брать фармакологию новую, ну, эту легальную фармакологию новую, да Вот, с этими штуками, ну, надо сразу тут гораздо прямее путь Вот у нас есть тут лаборатория одна Вот, вот так вот, то есть, мы, мы путь, мы не цель Мы не цель переопределяем, мы подменяем, подменяем путь Да, да-да-да-да-да, другие, другие пути достижения его цели Николай совершенно правильно То есть, его цели плохие, ну, не то, да, не цели, вот, точнее, его пути, да Его пути это там, ну, нормально, но, как бы, есть лучше Да, а это там вообще там не туда, например Вот, это второе Это второй, второй, второй способ Вот, дальше начинается, наверное, самое интересное Если, если про вот эти вот, про вот эти вот два способа Пожалуй, что, пожалуй, что они общеизвестны Ну, наверное, много, много кто с этим встречался Много кто про это слышал Включаю, кстати, давайте тоже маленькое такое, маленькое отступление На тему, на тему всевозможных сект Вот, тут прям недавно тоже опять как-то проявилась эта вся тема Чем, чем осложняется, чем осложняется в, вот, в вербовке сектанской, да Чем вообще осложняется вопрос дальнейшего общения с человеком И его, в том числе, вытаскивание оттуда, да Очень просто Зачастую, помимо, помимо рассказов о том, что вот он есть хороший, здоровский путь к вот этому Помимо вот этих рассказов Там еще и говорится о том, что все остальные люди, которые не в теме Они хотят там, наоборот, они плохие Они хотят тебя сбить с пути То есть, как только ты встанешь на путь подлинного личностного роста Все твои близкие будут против тебя, потому что там они, да-да-да Там весь мир, он будет против тебя, потому что Потому что им там завидно, черная зависть и все Система будет против тебя, потому что правительству не нужны думающие люди Вот, поэтому лучше с ними вообще, с ними не разговаривай Ну их нафиг, они будут применять к тебе боевое НЛП, они будут там тебя всячески пытаться сбить с пути вот правильного, да А твоя вера, она еще так слаба Ну, в общем, вот все вот эти вот загоны И, понятное дело, тяжело, 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 наверное, будет сохранить рапорт с человеком Потому что если рапорт сохранен, да, можно те же самые фокусы языка, то же самое там и боевое Те же самые там какие-то ввести диалоги, да, и понемножечку, понемножечку возвращать, да Понемножечку, может быть, ставить под сомнение и расширять эти самые пути Но если рапорт рвется, то там, ну, с человеком все, уже не говоришь Если человек, твои вопросы, причем адекватные вопросы, например, о сенсорике, да Человек начинает воспринимать как наезды на, там, ну, на его светлое будущее, да Наезды на, там, на, вот прям на мир, да Наезды на его жизнь, да, фактически То есть, когда, знаете, когда люди, там, про какие-то свои движения Говорят из идей, там, у нас вот там самый лучший, там, у нас там единственный дыды Там, у нас там вообще вот сюда-сюда Причем это только секты, это могут быть и тренинговые некоторые структуры И если им в ответ задавать, ну, там, типа, наш тренер входит там в тройку Вот, вопрос, вопрос обычный, да, метамодельный вопрос на сенсорику Собственно, кто еще в тройке с этим человеком? Кто эту тройку выделил, да Как производились оценки, как производились исследования, да, по каким Ну, по чьим, что это за рейтинг, что это за тройка То есть, нормальный метамодельный вопрос Все, люди такие, нет, уйди отсюда со своим боевым НЛП Не надо нам тут, короче, вот тебя Ты плохой, ну, окей, ладно Плохой, собственно, да, вот этим, конечно, этим, конечно, осложняются Вот такие, осложняются такие штуки Вот, что Дальше Первые, первые два способа, они такие Более-менее, более-менее, наверное, общепонятны Вот, способ, способ номер три Способ номер три, он, он такой, он уже, он уже очень интересный Прям сильнее, да, когда человек в какой-то своей ценности Прям, ну, уверен, да, она у него реализуется Вот, а нам от него нужно, чтобы он реализовал противоположность Этой самой ценности, то есть, ну, да, мы, конечно, можем найти человеков, которые, ну, там, в нужной нам ценности Да, и, да, и, там, как бы двигаем вперед Ну, это первые два, первые два паттерна Вот, а нет, есть человек, который, вот, должен поступиться Должен поступиться своей какой-то ценностью За, за ради нас Вот, причем, скорее, это будет однократно, да, там, ну, может быть, там, не однократно, но Как бы паттерн, паттерн простой, да, простой, но очень хитрый Мы начинаем, мы начинаем этого человека захваливать Мы начинаем человека хвалить, мы начинаем именно реализацию в его жизни вот этой ценности Начинать догонять до ста процентов То есть, ну, человек, 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 желая, например, в своей жизни порядка Он его, естественно, будет везде, там, насаждать, да Вот, будет его насаждать и будет, собственно говоря, этот самый порядок, там, поддерживать, увеличивать в своей жизни Но в нормальной ситуации вряд ли там, конечно, обойдется без противоположных примеров Они, конечно же, будут, будут и нарушения порядка, там, и еще что-то Но наша задача наоборот Сказать человеку, что нет, в его жизни все прекрасно В его жизни порядок прям абсолютен В его жизни, как он решил, да, какие планы он простроил Так все и реализуется, прям вообще, вот прям четко по графику Вообще, там, редко, когда встретишь человека, у которого в жизни действительно такой порядок На что человек нам, естественно, сразу же предъявит все его противоположные примеры Все идеи о том, что, ну, нет, у меня вот тут, вот там, пошло не так Вот здесь пошло не так, вот тут вот немножечко, да А вот тут я планировал так, а оно, как бы, вот так Вот, человек тем самым, человек тем самым спасает фактически свою ценность Потому что, если у него в голове нету противоположных примеров Не с чем сравнивать, то он и не знает, реализуется ценность или не реализуется Там есть такой механизм, их должно быть сравнение Вот, и, собственно говоря, мы не даем ему шанса отмазаться Мы продолжаем его хвалить, продолжаем говорить, что нет, случайность Вот это то, что ты говоришь, да, говорим мы То, что там вот тут пошло не так, ну, это же не по твоей вине Это люди, люди, они вот, другие люди, они всегда постоянно подводят То есть это вот, это нормально То есть для них это нормально Но это вот человек, конечно, ну, как бы Вот, то есть это вообще вот это только твоё, вот только твоя Приверженность там, порядку и плану Только она смогла спасти вот эту ситуацию Так бы было еще хуже Вот, а виноват, конечно, не ты, виноват вон тот человек Вот, ну, и он нам продолжает, продолжает эти самые штуки предъявлять Когда мы вот сколько раз это делаем, да, эту технику показываем на всевозможных тренингах и мастер-классах Прямо внутри у человека, ну, и, собственно, по признанию, да, всех, кто на демонстрации был Внутри у человека начинает нарастать Прямо нарастать вот этот вот поиск, поиск противоположных примеров Человек реально спасать начинает свою, свою ценность Начинает говорить, нет, это вот, ну, нет, ну, нет Когда все противоположные примеры, которые у него, ну, сразу были Мы его вот так вот распихали по разным углам Человек начинает реально придумывать Человек начинает просто выискивать уже Причем вот там на лице в этот момент тревога возникает Да, человек начинает прям, что, где, куда, куда, куда А вот еще был случай, а вот еще был случай Вот в этот момент мы Наша задача в этот момент очень простая Мы продолжаем эти самые противоположные примеры откидывать в сторону При этом При этом начинаем уже вскользь ему намекать На то, что действительно могло бы быть противоположным примером То есть, если человек вот этот самый приверженец порядка Да, мы ему и говорим, что по-прежнему По-прежнему порядок сохраняется То есть, все, что ты говоришь, это все Это все какая-то ерунда Это ты там не что-то сейчас придумываешь Зачем-то себе какие-то косяки Там совершенно на ровном месте Потому что понятное дело, что Понятное дело, что вот если бы, например, у тебя вот такое было Да, если бы ты, например, там раз сорвался Побежал там туда-сюда на баррикады Там и куда-то там еще там в лагерь какой-то Спасать кого-то еще где-то То есть, вот если бы ты вот так вот, да, там бросил Там просто неожиданно там раз За свой счет и поехали Там спасать беженцев в лагерь беженцев Да вот это И это понятно Мы тогда сказали, типа, парень Что происходит с твоей жизнью? Ты же... Ты же всегда так вот по порядку действовал, да? Вот, говорим мы Это вот, да, но ты же не такой, да? Ты же там, слава богу, у тебя даже близко Даже мыслей таких нету Вот, у тебя все нормально, по порядку, размеренно Ты вот живешь такой вот жизнью Он такой, ну не, а вот это? Он говорит, нет, это все нет И вот эти вот подсказки Фактически мы подталкиваем человека к тому, что Ну мы ему говорим Каким может быть единственный там, ну один-два, да Варианта противоположных примеров Которые точно будут противоположными примерами И он пойдет их и сделает Потому что ему надо спасти Ему надо спасти свою ценность Ради этого надо сделать противоположный пример Вот, ну и соответственно Чего? Если все, кроме вот этого Не являются противоположными примерами Придется сделать вот этот Ну, естественно, там, раз мы в рапорте, да Вот, я люблю этот пример приводить Вот именно вот этой вот технологии Ну, это пример не вербовки, да Пример, как работает механизм Пример, как работает механизм Когда детей Когда маленьких детей сильно захваливают Или когда хозяйку Ну, там, пришли гости Там, за вот, там, за стол, да И начинают нахваливать Это вкусно, это вкусно, это вкусно Вот, что маленькие дети После вот посиделок с бабушками Захваленные дети Обязательно будут капризничать Им обязательно надо покапризничать Чтобы, чтобы выхватить, да Шухрат Это называется полярная реакция Ну, не совсем Не совсем полярная реакция Да, конечно, да Мы хвалим за одно и вызываем другое, да То есть полярная реакция чуть-чуть другое Здесь скорее вот надо действительно Как канализация противоположного примера Давайте, давайте Шухрат так это назовем Канализация противоположного примера Маленький мальчик, маленький ребенок Захваленный в общении с бабушками Дома капризит, чтобы Чтобы схватить по попке Ну, там, ну, или там, что там Или быть холодной водой И там сильно умытым Потому что с глаз порча фу-фу-фу, да Вот, ну, или просто на него наорут, наругаются Все, это будет сразу противоположный пример Ребенок успокаивается, идет спать Вот, хозяйки Хозяйки, которые вот тоже Это из Даже, наверное, из народного Из народного творчества Да, из того, как принято Если хозяйку сильно-сильно хвалят Там обязательно надо Ой, ну нет, тут чуть-чуть не получилось Здесь чуть-чуть не получилось Тут чуть-чуть не получилось Это нормальная Нормальная защитная реакция Во-первых, и психологическая, да Во-вторых, если Если действительно все идет прекрасно Все идет, там, сто процентов хорошо То Противоположный пример реализуется все равно Просто вопрос, вопрос как Просто вопрос, каким образом он реализуется Да, либо вам подсказывают, как его реализовать Либо у вас какой-нибудь Какой-нибудь хаос случится Или какой-нибудь порядок случится Вот, если Если нету Да, если вот у вас какая-то ценность реализована Там, если у вас получилось Убрать все противоположные примеры И это Не очень хорошо Не очень хорошо Они потому что Прорвутся Почему В том числе, да В том числе, почему При работе с Я-концепцией Это вот из мастерского курса Да У нас, кстати По Я-концепции Да У нас был Была запись на LPTV По Я-концепции Вот, почему при работе с Я-концепцией Обязательно Обязательно включаются Противоположные примеры Никуда не деваются Обязательно Обязательно Оставляются В наличии Именно Для устойчивости Я-концепции Вот Собственно говоря Это чего Да Это вот у нас Третий Третий способ Как Как помочь человеку Да Там Однократно Однократно Приступить к своей ценности Там Однократно Сделать вот этот вот прорыв Темной стороны Там так и называется Вербовка Вербовка тенью Да или на тень Как-то так Вот Тут кстати Немножечко Немножечко Обратно Наверное Да Олег 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 приветствую Немножко 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 назад Ну вот Про вот эти вот ценности Да Ну Говорить о том Как узнать Что у человека Какую-то ценность Считает Реализованной Или нет Ну Там По направлению Взгляда Вдаль Вдаль И вверх Это где-то Говорили Уже По-моему Неоднократно Вот Такая Такая Еще мысль Обязательно Сказать Обязательно Упомянуть Для Для системности Вот Если мы Про психотипы Говорим Если мы Вспоминаем В этом месте Про психотипы Причем Про психотипы Не из идеи О том Что человек Похож По паттернам На Проявление Психотипа А именно О прям Вот О психотипах Которые За собой Имеют Именно Именно Вот такие Вот жесткие Структуры Личности Вот Вот если Мы про них Говорим То там С ценностью У человека Как раз таки Понятно У психотипа У психотипов Базовые Базовые ценности Психотипа Они принципиально Нереализуемые Там Ну можно считать Что в глубине Находится Такой Некоторый Тоут Совсем Там Незакрываемый Да Собственно Почему Почему Как раз таки Определенная ценность Захватывает Полностью Жизнь Человек То есть Если Если человек Например Эпилептоид Да То идеи Насаждения Порядка Понятного ему Да Предсказуемости Мира Они Они собственно Для него Являются Всеобъемлющими Это такая ценность Которая Реализована Быть не может Там Такой Как-то Механизм Вот Там Он должен быть Всеохватный То есть Эта ценность В принципе Не Недореализована Всегда Недореализована Сильно Вот Поэтому Если мы Говорим О том Что привести Весь мир К порядку Это сразу Начинает Нас Внимательнее Слушать Эпилептоиды Вот Если мы Говорим О О каком-то Таком Прям Мировой Справедливости О том Что действительно Можно построить Справедливый Ко всем Мир Начинают Прислушиваться К нам Паранаялы Вот Если мы Говорим О Некоторой О теории Всего О Объяснении О Теориях О теориях Которые Объясняют Все происходящее Где есть Хитрые Взаимосвязи К нам Начинают Прислушиваться Шизоиды Вот Ну и так Вот Собственно говоря Вот По такой Вот По такой Вот схеме Вот Поэтому Да Тут Можно Как раз Наверное Писать Всякие Разные Штуки Для всех Для Какого-то Для всех Какого-то Психотипа Вот Ну что И Наверное Чего Четвертый Четвертый Путь Четвертый Четвертый Способ Вербовки Ну Все Наверное Все Наверное Слышали Да Слышали Старую Старую Максимум О том Чего должен Сделать Мужчина В своей Жизни Мужчина В своей Жизни Должен Воспитать Сына Построить Дом Посадить Дерево Вот Вот Собственно Говоря Во времена Когда Время Время Жизни Человеков Было Мягко Говоря Несколько Меньше Чем Сейчас Да На этих Ценностях Собственно Жизнь И заканчивалась Едва Едва Все успел И Вот Там Уже Как бы Все Понятно Вот Но Опять же С Развитием Медицины С Развитием С увеличением Длительности Жизни Люди Стали Наталкиваться На Очень Много Вещей С которыми Раньше Не Сталкивались Ну Во-первых Сейчас Очень Очень Многие Ну Большое Количество Болезней Появилось Ну За За Последние Там Условно 100 лет Например Появилось Некоторое Количество Болезней Которые До которых Раньше Люди Не Доживали Вот То есть Сейчас Сейчас До них Люди Доживаются Собственно Ими Болеют Да И поэтому Продолжается Дальше Борьба За Борьба За Вот этот Самый Чего За 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 дальнейшее Продление Жизни Так вот В числе Прочего Люди Стали Доживать До Такой Штуки Как Кризис Среднего Возраста То есть Когда Ну Опять же Грубо говоря Когда У тебя Дом Уже Построен Сын Уже Воспитан Ну И собственно Дерево Тоже Посажен Вот Что дальше Делать Непонятно То есть Когда Когда Цели Человека Основные Цели Практически Реализовались То есть Социум В глобальном Смысле Слова Например Больше Ничего Предложить Не может То есть Потому Потому Что Опять же Многие Многие Цели Многие Цели Закладываем И Нам Сказками Мифами Вот Ну То есть Некоторая Такой Вот Общей Общей Идеи Да Многие Эти ценности Они До восьмидесяти До девяносто Лет Вот Поэтому Там Ну Как-то Все Делай Что хочешь Вот А делай Что хочешь А непонятно Ну И Собственно Говоря Когда Когда Цели Практически Практически Реализовались Человека Вот Начинается Поиск Чего Еще Потому Что Жизнь Продолжается Вот На Собственно Говоря На Практически Таком Механизме Строится Вот Этот Самый Четвертый Паттерн Гробовки Когда Когда Жизнь Человека Мы Начинаем Ему Рисовать Как Как Успешно Как Успешно Завершившуюся Ну То есть Понятное Дело Что Нет Понятное Дело Что Она Не Завершилась Но Дальше Все Понятно Что Называется То есть Люди Люди Которые Например В компьютерные Игрушки Играли Да Они Знают Что Там Есть Тоже Такое Вот Там Где-то Развиваешься Тут Вот Это Тут Вот Это Тут Вот И В какой-то Момент Времени Возникает Типа Дальше Все Понятно Дальше Просто Мы Делаем Так Как Делаем Там Ну И Дальше Уже Там Мы Победим Да Вот Здесь То же Самое Мы Обращаем Внимание Человека На В том Что Человек Дальше Дальше Человек Конечно Будет Нам Говорить Ну Может Вот Это Может Вот Это Мы Так И Ты Тоже Руки Не Складываешь Правильно А Вдруг Что-то Откроется Справишься Собственно Говоря Это Не Первая В твоей Жизни Проблема И Неожиданность Говорим Мы Потому Что У тебя Уже Были Были Ты С ними Справился Справился Это Ты Тогда Справился Когда Ты Был Моложе Меньше Знал Больше Умел Меньше Умел Меньше Ресурсов Было Сейчас С каждым Твоим Движением Под Своим Целем Ты Становишься Умнее Опытнее Больше Ресурсов Еще Что Соответственно Тебе С этими Самыми Неожиданностями Еще И Проще Справляться Или По крайней Мере Так же Потому Что Ты Не Куда Там Сразу Ломанулся У тебя Четкий План Прописанный Соответственно Значит Все Так И Будет Ты Кем В конце Концов Хочешь Бизнес Еще Что Ты Развиваешься Куда Ты Развиваешься Считай Что Ты Уже Там Потому Что Фактически Наверное Наверное Хорошей Метафорой Является В этом Смысле В этом Смысле Ипотека Да Вот Когда Человек Въехал В свою Квартиру Все Эта квартира Его Фактически Да Осталось Просто Там 15 лет Выплачивать За нее Деньги Вот Причем Понятно Что он Будет Это делать Будет Он же Будет Работать Будет Платить Будет Там Он Будет Ну По карьерной Лестнице Расти Наверное Будет Будет Ему Там Где-то Станет Проще Например Выплачивать Ускорит Он Платежи Да Скорее Всего Ускорит Вот Соответственно Мы можем Говорить о том Что эта квартира Уже Твоя Осталось Тут Буквально Там 10-15 За нее Стабильно Стабильно Повыплачивать И все Вот И Если Мы Вот Это Все Правильно Простроили То Человек Возникает Возникает Вот Та самая Та самая Светлая Печаль Прям Даже Калибруется Калибруется По лицу Такая Светлая Печаль На тему Того Что Там Ну Как бы Ну Да Вот Там Как бы С одной Стороны Конечно Молодец С другой Стороны Ну В общем Да Жизнь То Уже Дальше Все Понятно Не Раньше Вот Раньше Конечно Было Вот Прям Луха Но Сейчас Да Нет Я живу Как я хотел Да Все Все Классно Все Понятно Все Вот Только Чего Хотеть Дальше Непонятно Да Снова Только Только Осталось Уже Фактически Фактически Некоторое Такое Дожитие Вот Дожитие Не нравится Человекам Опять же Попробуйте Попробуйте Надки У него Такой Эксперимент Провести Идея Идея Того Что Все Там Дальше Осталось Только Просто Вот Как бы Двигаться По накатанной Она Не шибко Веселит Людей Все В этот момент В этот момент Человек Если мы даже Его оставим Просто В этом состоянии Он побежит Искать себе Чего еще Какие еще Цели Какие еще Ценности Можно найти Вспоминать Еще куда Вот Но мы же По этому делу И подсказывать Можем Мы же В этом месте Можем Переводить Диалог На Детские Мечтания Кем хотел стать В детстве Либо делиться Своими Мечтаниями Но Понятное дело Делиться В таком формате Чтобы ему Ну как-то Было Было Тоже Сильно Интересно Такой Блин Прикольно Я бы тоже Наверное Такую Такую Штуку Хотел Если бы Подкидывать Подкидывать Идеи На тему Того Что Если бы Сейчас Например Раз И прям Сейчас Сейчас Взять И начать Новую Жизнь Я бы Тогда Вот так Вот так Вот Вот так Вот Юлия Вот Если бы Вот Если бы Прям Да Если бы Прям Новая Жизнь Вот Так Б Наверное Прожил Вот Это Теперь Наверное Дело Потому Что Тут Понятно Уже Все Тут Мы Молодцы Тут Все Классно Тут Ты Молодец Да А Вот А Можно Вот Так А Можно Там Негры В Африке Еще Куда Вот Чего В принципе Наверное В принципе Наверное Всего Всего Чего Хотел Сказать Рассказал Вот Ничего Ничего Не утаил Все Прям Как На духу Рассказал Вопросы 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 У кого Какие Есть Вопросы Про Четыре Про Четыре Способы Вербовать Людей Вербовать Психотипы И просто Людей Без Психотипов Да Вот Ну Давайте Еще Может быть Немножечко По Примерам Да Кто Кто Знает Не Знает Ну Такая Опять же Не знаю Насколько Насколько Процентов В этой Правде В этом Правде Но Рассказывали Рассказывали О том Каким образом Проходило Проходило Крещение Крещение Индийского Штата Гоа Вот Приехали Туда Иезуиты Точнее По моему Он потом Стал Иезуитом В общем Приехали Ребята Вот Из Специального Отдела Этой самой Римской Католической Церкви Вот И собственно Говоря Выбрали Выбрали Там Людей Которые Как их Отверженные Отверженные Неприкасаемые Или как-то так Так Вот вопрос В пункте 3 Каково состояние С целями Вербуемого Они Какой стадии Выполнения Во Николай Да В паттерн Вербовке Номер 3 Мы Цели Вербуемого Делаем Выполненными На 100% То есть Они могут быть Там на 50 На 60 На 70 Вот Мы их догоняем До 100 То есть Мы объясняем Человеку Что в его жизни Они реализованы На 100% Прям 100 100 100 Даже там Аж даже 146 Вот И Подкидываем Ему Варианты Ну Полезные Нужные Нам Варианты Какие Ну Реализовав Какие Реализовав Которые Он бы Как раз Мог бы Говорить о том Что вот Нарушение Его Этих самых Там Целей Или ценностей Вот Задача Их Подкинуть Ему А так Вот Без Без наших Вариантов Без нашей Дружеской Помощи У него Целей Реализованы На 100% И мы Ему Это Радостно Объясняем Вот Ну Возвращаясь К Индии Неприкасаемые Люди Каста Низшая Каста Которой Для Которой Были Закрыты Все Пути Все Пути Там На Перерождение Улучшение Своей Жизни И вот Это Все Ну Соответственно Им Как бы Сказали Что Там Все У вас Хорошо Прекрасная Страна Замечательные Обычаи Там Мы Никак С вами Не спорим Прям Самобытность Там Все Хорошо Все Классно Вот Единственное Немножечко Нас Беспокоит Ваша Ситуация Потому Что Ну Вам же Вот это Хочется Да А у Вас К сожалению Почему То Вот Никак Никак Не Получается Вот В вашей Культуре В вашей Религии У вас Совсем Совсем Нет Способов Вот туда Вот Туда Вот Добраться Вот А у Нас Вот У нас Как бы Наоборот Да У нас Вот Всем Всем Открыто Да И те Кто Уверовал Те Кто Сюда Там Вот Сразу В первую Жизнь После Первой Жизни Сразу Если Ты был Хороший Человек Сразу Там В рай И все И сразу Вот Уже Полная Реализация Вот Ну Соответственно Множество Туда Туда Переметнулось Вот Чего Да Пожалуй Пожалуй Наверное Так-то А Ну Меня Там Как-то Вербовали Тоже Когда Там На Заре Тренерской Деятельности Я Как-то Еще Не Очень Понимал Как Это Как Как Тренеры Как Тренеры Сотрудничают Как Приглашенные С фирмами Да Как Внешние Тренеры Там Реализуют Корпоративные Штуки Вот Меня Рассказывали О том Что Будем Обязательно Сотрудничать Да Вот Вы Там К нам Приходите Там У нас Как раз Таки У нас Там Сходка Нашего Вот Этого МЛМ Да И там Как раз Будут Люди Которые Вот Вы Приходите Послушайте Там Ну Там У нас Заодно Там Здоровье Своё Проверите Там Это Все Бесплатно Да А Там Потом Будут Люди Которые По Вашему Вопрос Вот Ну И Собственно Говоря Тоже Некоторая Ценность Про Которую Я Не Знал Людьми Связывалась Связывалась С Их С Их Целями С Их Конкретно То есть Приходите Вот Так Вот Так Вот Так То есть Исключительно По Их Дорожке Я должен Буду Идти Свою Не Знал Они Мне Предлагали Вот Такую Ну Я Не Очень Повелся Потому Что Как То Уже Уже НЛП Поэтому Как-то Вот Хотелось Хотелось Попрямее Да И на Вопросы На вопросы Сенсорные Люди Не отвечали Вот Ну Что Вопросов Больше Вроде Би Нету Да Ну Тогда Пожалуй Тогда Пожалуй Все На Сегодня Все Что Хотел Рассказал На Вопросы Ответил Вот Как обычно Да Как обычно Через Через Пару Тройку Дней Это Видео Будет Там Будет Доступно На Ютубе Его Можно Будет Еще Раз Посмотреть Вот Как обычно Как обычно Пишите Пишите В личку Да Там Какие Другие Еще Темы Вам Вам Интересны Вот И Обязательно Конечно Будем Будем Рассказывать Вот Ну что ж Всего Доброго Тогда До новых Встреч До новых Встреч В эфире В эфире НЛП ТВ Вот НЛП ТВ Самое Полезное ТВ В мире Ну и Ждем Да Ждем Ждем Ваших Ждем Ваших Вопросов Ждем Ваших Идей Запросов Что еще Нам рассказать Будем Будем Обязательно Продолжать Продолжать Наши эфиры Продолжать Продолжать Знакомить Знакомить Вас Со всем Со всем Чего есть У нас Всем До свидания Субтитры 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 Субтитры